До начала. Поэтому давайте еще раз проверим, все ли меня видят, все ли меня слышат, видно ли презентацию. Если все в порядке, напишите плюсики, если нет, минусики. Замечательно. Один плюсик есть. У нас сегодня планируется большая аудитория, поэтому ждем остальных. Продолжение следует. 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 попробовать развернуть и посмотреть. По инфраструктуре. Телефонная станция К2 является узлом телефонной системы. Как уже ранее говорилось, это программное обеспечение, но оно может быть развернуто как на физическом сервере, так и в виртуальной среде. Являясь ядром телефонной системы, станция позволяет подключать в себя все типы шлюзов, все типы АТС производства компании E-Star. Соответственно, поскольку вендор один, совместимость полная, работает все очень хорошо, без каких-либо проблем, с полной поддержкой функционала. Также, помимо оборудования E-Star, без проблем подключаются телефонные аппараты других производителей и осуществляется автоматическая настройка этих телефонов. Кроме того, телефонная станция К2 позволяет обеспечивать резервирование. В данном случае добавляется еще один сервер, и при выходе из строя основного сервера вся система переключается на резерв. Кто является заказчиком потенциального данного типа оборудования, данной телефонной станции? Безусловно, просят вернуть ссылку. Я хочу сказать, что эта презентация будет в открытом доступе, и можно будет ее неоднократно еще раз посмотреть, увидеть ссылку, без проблем ее получить. Возвращаясь к слайдам, кто является потенциальным заказчиком данной телефонной станции? Компании от 500 до 2000 абонентов. Телефонная станция представляет собой надежную, функциональную АТС, которая вполне и с успехом может заменять АТС таких производителей, известных как AWAIA, MITAL, Siemens. Причем как цифровые системы, так и системы, так сказать, установленные в более раннем периоде. Основная функциональность телефонной станции полностью идентична телефонным станциям S-серии. Полностью идентичный интерфейс обеспечивает возможность инженерам, знакомым с установкой и обслуживанием телефонной станции S-серии без проблем конфигурировать, управлять и устанавливать в телефонной станции K-серии. Среди общего функционала также поддерживаются до 500 пользователей Lingus. Здесь у нас на следующем слайде перечислен общий функционал, но если вы знакомы были ранее с телефонной станцией S-серии, то этот функционал уже всем известен и в принципе он как бы здесь в неизменном состоянии сохраняется в программном обеспечении полностью. Также поддерживаются программные модули, традиционно поддерживаемые в S-серии, такие как Billing, Hotel, Q-metrics. По двум модулям MECO, интеграция с 1S и интеграция с отельными системами, поддержка осуществляется по запросу. То есть в базе они не поддерживаются, но по запросу такой вариант может быть рассмотрен. Какие варианты исполнения данной системы? Их два. Первый вариант – система полностью, в полной емкости на 2000 пользователей, при этом она обеспечивает 500 одновременных вызовов и 400 линий подключения по СИП либо к шлюзам. Второй вариант системы – до 1000 абонентов. Соответственно, 200 одновременных вызовов и те же самые количество линий. Есть следующий нюанс. Если заказчик приобретает систему на 1000 абонентов, то не составляет никакого труда при росте количества абонентов у заказчика перейти на систему с большей емкостью. В этом случае нет никаких дополнительных доплат в виде фич, как это бывает у некоторых вендоров, просто доплачивается разница за большую систему. Варианты поставки. Система может поставляться в виде программного обеспечения. В данном случае программное обеспечение пользователям скачивается непосредственно на свои ресурсы. Это может быть собственный сервер. Это может быть соответственно виртуальная машина. И в этом случае не требуется никакое дополнительное железо. Активация лицензии осуществляется через интернет. Появился по ходу вопрос, что имеется в виду по двоим линиями. По двоим линиями имеется в виду подключение по СИП-транкам либо подключение к шлюзам E-Star. Кроме размещения программного обеспечения в виртуальной среде и на собственном сервере существуют варианты поставки на базе готового серверного решения в варианте с дублированием, резервированием либо просто, безрезервирования. Система лицензирования Система лицензирования КА-серии устроена двумя способами. Плюс имеется деморежим. В деморежиме после скачивания программного обеспечения по ссылке, которая была ранее указана, открывается доступ для управления десятью абонентами, открывается возможность пяти одновременных вызовов и два подключения по IP. Спасибо, транкам. Вопрос, что тогда имеется в виду под абонентами. Абоненты, ну, все очень просто. Система позволяет подключить до двух тысяч пользователей, то есть, соответственно, до двух тысяч телефонных аппаратов до двух тысяч телефонных аппаратов и до четыреста внешних устройств, либо СИП-транков к провайберу. Вернусь к лицензированию. Лицензирование системы возможно двумя вариантами. Первый вариант это с помощью использования USB-ключа. Второй вариант с помощью электронной регистрации. В обоих случаях и в случае электронной регистрации и в случае с использованием USB-ключа требуется установка лицензионного файла. В случае электронной регистрации необходим доступ к интернету постоянный, потому что система периодически обращается на сервер лицензионный и проверяет лицензию. В случае с использованием USB-ключа такой потребности нет, можно систему использовать полностью локально. При отсутствии подключения к интернету более 7 дней в случае электронной регистрации либо при выходе из строя USB-ключа через 7 дней система переходит в демо-режим. Соответственно в течение этого времени должно быть либо восстановлено подключение к интернету, либо заменен USB-ключ. Если по каким-то причинам USB-ключ не может быть поставлен и заменен в течение этих 7 дней, соответственно лицензия может быть активирована службой поддержки производителя до момента поступления данного USB-ключа. Ну а что касается электронной регистрации, то отсутствие интернета более 7 дней как представляется маловероятно. по стоимости соответственно есть как уже говорил ранее два варианта поставки системы до 1000 пользователей и до 2000 пользователей стоят они примерно примерно ну большая система на 2000 пользователей примерно в два раза больше и стоит. Плюс к этому предлагаются лицензии на биллинг и лицензии на обновление программного обеспечения. лицензия на обновление программного обеспечения ежегодная у нас похоже тут есть некоторые проблемы кто-то не слышит скажите все ли слышат и видят вебинар все ли меня слышат и видят все ли видят презентацию да большинство видят все в порядке хорошо тогда продолжаем что касается обновления программного обеспечения данный функционал в течение первого года бесплатен для пользователя в течение второго и последующих лет он требует определенных затрат ежегодных но тем не менее если данные затраты не производятся то все продолжает работать все продолжает работать без каких-либо проблем станция эксплуатируется вот более того если какие-либо будут обнаружены ошибки в программном обеспечении неработоспособные функции которые существовали на момент покупки заказчиком данной системы то эти ошибки будут производителям исправляться независимо от оплаты функционала апгрейда но при отсутствии такой оплаты не будут предоставляться заказчику обновления программного обеспечения новый функционал коллеги по телефонной станции к2 у нас все поэтому если есть вопросы прошу задавать и далее будем переходить к следующему продукту ремонт менеджмент вопросов нет переходим к следующему продукту есть вопрос появился отвечаю вопрос звучит так есть ли какие-нибудь преимущества перед астериск астериск конечно есть астериск ну как бы можно рассмотреть вопрос разных сторон астериск это в любом случае конструктор хороший конструктор функциональный позволяющий настроить систему максимально гибко для заказчика и учесть все буквально любой каприз вот но для этого для того чтобы реализовать эту идею нужно нужно участие очень квалифицированного инженера который глубоко разбирается и в астериске и как правило не только в астериске а еще и дополнительно в системах с которыми астериск сопрягается на конкретном у конкретного заказчика более того всегда система созданная на чистом астериске это уникальная система соответственно поддерживать и обслуживать ее новому администратору новому сотруднику просто человеку незнакомому глубоко со связью и не знающему глубоко астериск сложно фактически в некоторых случаях когда система на астериске развертывается достаточно серьезно и прорастает другие информационные системы предприятия практически невозможно в данном случае телефонная станция имеет свои интерфейсы стандарты которые поддерживаются вендором есть система обучения есть документация есть преемственность из версии в версию соответственно это удобно для заказчика заказчик может не беспокоиться о том что он не найдет инженера который будет плохо понимать как работает его система все инженеры компании e-star проходят академию проходят сертификацию все обладают знаниями достаточными и глубокими для того чтобы обслуживать эти системы ну наверное ответил подкапота мастериск да 13 версии переходим к ремонт менеджменту есть еще вопросы переходим итак ремонт менеджмент система предназначена система не касается уже телефонной станции К2 это абсолютно независимый продукт продукт предназначен для управления удаленного управления телефонными станциями S-серии система достаточно удобная в одном интерфейсе в одном пользовательском аккаунте можно собрать совершенно разные типы телефонных станций S-серии наблюдать их в одном интерфейсе понимать что с ними происходит и осуществлять управление для сетей предназначена система ремонт менеджмента предназначена эта система в первую очередь для партнеров компании айпематика и компаний ест это облачное решение то есть весь функционал ремонт менеджмента находится на сайте производителя для того чтобы получить доступ к данному функционалу необходимо зарегистрироваться получить ID и зайти с этим ID на портал как показано на этом слайде и получить доступ к возможности удаленного управления станциями нажав на соответствующую иконку после того как мы нажимаем на соответствующую иконку мы попадаем в раздел информационной панели с помощью которой мы можем отслеживать состояние наших телефонных станций видеть количество ну видеть типы количества ошибок оценивать работу в комплексе по всему нашему оборудованию зарегистрированному на нашем аккаунте система позволяет с помощью отдельных окошек видеть как аварии по конкретным системам по телефонным станциям включенным мониторинг так и по группам телефонных станций плюс в онлайне можно практически в онлайне можно видеть почасовое состояние по часам как работали системы были ли они в работе отключались ли происходили какие-то ошибки сбои и так далее здесь как раз на слайде это иллюстрируется состояние систем обеспечивается выдача тревожных сообщений причем эти функции настраиваемые типы сообщений можно включать и выключать по которым будет происходить информирование также можно подключить для осуществления рассылки электронный адрес своей почты на который эти сообщения будут приходить уведомления осуществление АТС для мониторинга происходит очень просто фактически в два шага на соответствующей вкладке устройств в системе ремонт менеджмента происходит добавление устройства добавляется его серийный номер и мак-адрес после чего оно появляется в системе вторым шагом является активация этой функции непосредственно ВТС после того как эти два шага сделаны станция полноценно появляется в системе удаленного мониторинга и можно ей управлять и смотреть по ней ошибки и вообще видеть по ней всю статистику кроме того помимо того что можно управлять данной системой можно установить время управления ограничивая ее каким-то определенным количеством минут после которого сессия будет автоматически закрыта и не будет висеть в онлайн при входе в систему ведется учет всех действий то есть все действия оператора в аккаунте которые происходят фиксируются фиксируются и соответственно можно просмотреть их состояние что происходило как лицензируется данная система в соответствии с партнерскими статусами партнер в соответствии с имеющимися у него статусами получает определенное количество возможностей для мониторинга все абсолютно партнеры первоначально имеют возможность протестировать данную систему на одном устройстве абсолютно бесплатно далее в зависимости от уровня партнера при оплате функции E-Star RM Fitch открывается определенное количество лицензий или соединений для мониторинга функция E-Star RM Fitch годовая то есть оплата тоже годовая и этот функционал открывается на год если количество лицензий нужно больше чем указано для партнера то можно добавить эти лицензии с помощью E-Star Extra Fitch тогда в таком случае эта лицензия добавляется к общему количеству и в следующий период оплаты годовой она уже не требует затрат то есть если мы приобрели например для партнера уровня авторизованной функцию E-Star RM Fitch данный партнер получает возможность управления 10 устройствами но хочет больше тогда он приобретает еще одну лицензию Extra Fitch и в следующий год при оплате лицензии E-Star RM Fitch за ту же самую стоимость он будет иметь уже 11 лицензий ну и таким образом лицензии добавляются общее количество лицензий на аккаунт на пользователя оно не ограничено может быть любой количество попробовать можно данный функционал отправив запрос на partner E-Star .ru соответственно при этом откроется производитель открывает аккаунт и можно зарегистрироваться в системе и попробовать собственно на данном слайде рассказ о функционале ремонт менеджмента заканчивается жду ваши вопросы точнее даже я их уже вижу и сейчас буду на них отвечать вопрос следующий от Руслана как вы планируете разруливать внутреннюю конкуренцию с 3SX что выгоднее продавать ответ на этот вопрос достаточно прост дело в том что телефонная станция E-Star и телефонная станция 3SX в определенном смысле не конкурируют в связи с чем не конкурируют в связи с тем что функционал их различен телефонная станция E-Star это более традиционно имеет более традиционные функции более привычные для именно телефонных станций телефонная станция 3SX больше относится к сегменту унифицированных коммуникаций поэтому с точки зрения что продавать вопрос должен стоять что нужно конкретному заказчику если конкретному заказчику требуется функционал продвинутый если ему нужны видеоконференции если ему нужны глубокие интеграции с информационными системами если ему нужно организовывать реально унифицированные коммуникации в большом объеме то здесь наверное имеет смысл рассматривать 3SX если заказчик не требователен какими-то дополнительными функциям унифицированных коммуникаций но ему необходимо большое количество и большой объем подключить большой объем пользователей в рамках нашей системы то безусловно дешевле и удобнее ему будет работать именно с E-Star причем если впоследствии ему потребуется обеспечить интеграцию со своими информационными системами либо как-то расширить функционал то это также не является препятствием потому что имеется как минимум IP-интерфейс плюс вендор E-Star постоянно работает по продвижению своей телефонной станции своего программного обеспечения также сегмент унифицированных коммуникаций на минуточку вопросов много вопрос цен 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 вопрос цен видимо был связан с ремонт менеджментом по ремонт менеджменту цены вы можете получить в нашем отделе продаж то есть по запросу без проблем вопрос по NFR руслан прошу пояснить что имеете ввиду так сейчас значит not for sale версия если речь идет о демонстрационной версии то программное обеспечение можно скачать прямо сейчас попробовать в том объеме портов которые я называл ранее а именно это 10 10 пользователей 5 одновременных вызовов и одно подключение пассив ком версия сайта руслан что имеете ввиду еще раз можно вас уточнить для внутренней эксплуатации партнером руслан для руслан не готов по поводу NFR версии ответить прямо сейчас потому что такого предложения в настоящий момент нет вопрос ваш возьму на контроль и собственно мы этот вопрос обсудим с провайдером Евгений по поводу ремоут менеджмента вопрос да действительно на слайдах было было в основном рассказано про мониторинг телефонных станций управление полное обеспечивается через систему удаленного пользователя при нажатии на определенную пиктограмму в окне устройств открывается стандартный интерфейс управления телефонной станцией S-серии полностью аналогичный тому как открывается в обычном режим можно делать все то же самое что делается при управлении телефонной станцией он как бы онлайн коллеги еще вопросы если вопросов больше нет или они созреют позже тогда на настоящее время предлагаю заканчивать наш вебинар если вопросы появятся пишите на почту на все вопросы которые у вас появятся по окончании семинара безусловно ответим расскажем подробно все что вас интересует спасибо вам большое всем счастливо спасибо